Ясно-мартовским утром 1484 года Тяжелая закрытая колымага, сопровождаемая десятком всадников Миновав предместия столицы Крымско-Татарского государства Углубилась в лабиринт мощенных булыжником широких улиц Старого Кырхьера Экипаж с грохотом пронесся мимо богатых домов знати И вскоре остановился у дома бывшего бекербека Большой Орды Тимира Главы знатного аристократического рода Мангыт Один из всадников спешился с коня и открыл дверцу Оттуда вышла молодая, статная и очень красивая женщина Облаченная в дорогие меха и парчу Она окинула царственным взглядом новую для нее местность Так не похожую на ее родные Нагайские степи Это была вдовствующая ханша Казани Нурсултан, дочь Тимира Мангытского Отныне ей предстояло жить в Крымском ханстве Где не так давно обосновались ее отец и братья Крымское ханство, знатную княжну из Нагайского рода Мангыт Привело непраздное любопытство После внезапной смерти второго супруга Ибрагима К власти пришел ее пасынок Али Ильхам Который вынудил Нурсултан и ее двух малолетних сыновей Покинуть Казанское ханство Оставив старшего сына Мухаммеда Эмина На попечение московского князя Иоанна III Знатная татарка направилась в страну Гераев Она и подумать не могла о том, что это путешествие Станет для нее судьбоносным Во второй половине XV века ханша Нурсултан Была довольно известной дамой Она пользовалась большим уважением И почтением в обществе того времени К сожалению, точной даты и место рождения Нурсултан неизвестно Предположительно, она родилась около 1451 года Так как известно, что в 1466 году Она в возрасте 15 лет была выдана замуж За казанского хана Халиля Но брак длился меньше года В 1467 году Халиль скоропостижно скончался Ханский престол в Казани по праву наследования Перешел к младшему брату усопшего Ибрагиму По древнему тюркскому обычаю Нурсултан становится женой Ибрагима Правда, детей от Халиля юная ханша родить не успела Но согласно праву либерата Этим браком она укрепила политический союз Между родственными династиями И продолжила род умершего супруга Несмотря на то, что у Ибрагима Уже была жена Фатима Шах Султан Которая уже успела подарить хану троих сыновей Нурсултан через пару лет переходит в ранг большой То есть главной жены Молодая ханша сумела покорить мужа своим живым умом И умением располагать к себе К тому же она была образована Увлекалась игрой на музыкальных инструментах Неплохо разбиралась во врачевании Владела каллиграфией, грамматикой, языками Толковала Коран Внешне мягкая и покладистая Эта женщина обладала независимым и твердым характером Она хорошо разбиралась в международной обстановке тех лет И всячески старалась поддерживать политический курс мужа В отношениях с соседними государствами А особенно с Московией Если военные дела были прерогативой мужчин То ей было вполне по силам уладить торговые и дипломатические конфликты между соседями Не без ее участия хан Ибрагим заключил мир с московским князем Иоанном III Который не нарушался обеими сторонами в течение 8 лет Почти до самой смерти хана Ибрагима Скорее всего, именно в период с 1469 по 1479 годы И завязались дружеские отношения Нур-Султан и московского князя Брак Ибрагима и Нур-Султан длился всего 12 лет За это время ханша подарила Ибрагиму двух сыновей Будущих казанских ханов Мухаммеда Эмина и Абдул Латифа А если верить ряду источников То у супругов родилась еще дочь По имени Кавгаршат или Гуахаршат Царевна с таким именем была активной участницей Общественно-политических событий в казанском ханстве в 1531-1545 годах И была регеншей при несовершеннолетнем хане Чан Али В 1479 году сразу же после смерти Ибрагима Казанская верхушка разделилась на две партии Первая высказала мнение, что престол должен занять сын Ибрагима и Фатимы Али А вторая видела правоприемником Старшего сына Ибрагима и Нур-Султан Мухаммеда Эмина Последнему едва исполнилось 10 лет И регеншей при нем должна была стать его мать Но этого не случилось Казанский престол после ряда интриг Перешел к молодому царевичу Али Как только новый хан утвердился на престоле Нур-Султан была вынуждена покинуть дворец А после родную Казань и искать себе новое пристанище Хан Али и его сторонники опасались Что если Нур-Султан и ее сыновья будут находиться в ханстве То при любом удобном случае оппозиция может совершить переворот В результате которого возведет на трон Мухаммеда Эмина Неизвестно, отвезла ли сама Нур-Султан своего старшего сына Мухаммеда Эмина К московскому князю Иоанну Третьему Или отправила его с письмом в сопровождении верных людей Но она посчитала, что будет лучше, если ее сын вырастет у московского князя С которым ее вот уже около 9 лет связывали дружеские отношения Известно, что Иоанн обещал оказать покровительство ее старшему сыну Более того, обязывался после его совершеннолетия Содействовать ему в возведении на Казанский престол А до того времени дал ему на содержание город Кашир Сама же Нур-Султан с остальными детьми отправилась на юг В Крымское ханство Крым ею был выбран не случайно Здесь с некоторых пор жил ее отец и братья Занимавшие высокие посты при Крымском дворе Именно под их покровительством она должна была провести Остаток своих дней в женских покоях Ведь она уже несколько раз была замужем Имела двух сыновей, да и по меркам своего времени в 30 лет Молодой уже не считалась Так что рассчитывать на еще удачное замужество не приходилось Вскоре о приезде знатной дамы стало известно при Крымском дворе О ней говорили, что она вела дружескую переписку с московским князем Занималась благотворительностью Слыла образованной и мудрой женщиной Более того, о ее красоте слагались регенды Сам крымский хан Менгли Герай не смог скрыть своей заинтересованности Он пожелал познакомиться с Нурсултаном ханом Интуитивно чувствуя, что ей выпал еще один шанс на счастливую семейную жизнь Да еще с самим потомком великого Чингисхана Вольная дочь степи согласилась встретиться с ханом И она не ошиблась Хан был впечатлен ее красотой и умом Все чаще Менгли стал бывать в доме Тимира Мангыцкого А в 1486 году сделал ее своей женой И возвел в ранг первой женщины ханства Так началась новая жизнь Ногайской княжны В роскошных ханских дворцах Девлет-сарай и Ашлама-сарай Новое положение обязывало Нурсултан принимать активное участие в крымских делах Супруг доверял ей во всем Он поддерживал и поощрял ее переписку с османским султаном Баязидом и московским князем А в 1492 году Менгли Герай одобрил ее решение устроить династический брак одной из ее старших дочерей Айше Ханом и османского принца Селима В будущем султана Османской империи Большую роль сыграла и дружба Нурсултан и Иоанна III Которая продолжалась более 30 лет Общие интересы дипломатическая и дружеская переписка Нурсултан и Иоанна III Гасили назревавшие конфликты между тремя государствами И в период 1487-1504 годов между Казани, Бахчисараем и Москвой Не произошло ни одного серьезного военного столкновения На самом деле участие женщины в дипломатических и международных делах крымского ханства не вызывало удивлений Об этом писал в XIX веке ориенталист Василий Григорьев Жены и матеря властвующих ханов играли всегда значительную роль в правлении Имели огромное влияние на дела государственные На все милости, исходившие от трона Наконец, на само избрание государей Ибо видим, что в Великой Орде и Персии они участвовали и по законам Яса Должны были участвовать во всех курултаях и государственных сеймах Собиравшихся как для избранного нового императора или хана Так и в случае других каких-либо важных событий По кончине же императоров или ханов Участие их вдов в правлении увеличилось еще более До собрания сейма и избрания нового государя Правительницей государства всегда оставалась одна из жен покойного В 1487 году казанский хан Али был смещен и на ханство, не без помощи московского князя, был возведен Мухаммед Эмин Нур-Султан была несказанно рада Теперь она была спокойна за своего старшего отпрыска И как только младший сын Абдул-Латиф возмужал, она отправляет его к старшему брату, хану Мухаммеду Эмину Но Абдул-Латиф к брату не успел доехать Из-за возникших разногласий между Казанью и Московией Новый князь Василий перехватил в пути казанского принца И оставил у себя в качестве так называемого заложника Нур-Султан это обстоятельство огорчило, но она не стала противиться Видимо у нее были на то свои причины Через своего мужа Мингли Герая она добилась у князя Василия Чтобы тот дал Абдул-Латифу в управление нескольких городов До тех пор, пока последний будет находиться в московском княжестве Уже давно Нур-Султан Ханамм мечтала совершить хадж Так, около 1494 года ей не составило большого труда Убедить мужа Мингли Герая отпустить ее в далекое путешествие к святым местам И она в сопровождении своего родного брата Хусейна отправилась на восток Они посетили Мекку и Медину, побывали в Аравии и Египте Крымский историк 16 века Мустафа Джинаби сообщает, что В 900 году Гиджиры Мингли Хан отправил жену свою на поклонение святым местам Она посетила Египт и была отлично принята тамошним владельцем При ней находилась свита, состоявшая более чем из 50 человек После паломничества в Мекку Нур-Султан получила звание хаджи И только после священного хаджа в Мекку Нур-Султан на этот раз В сопровождении пасынка крымского принца Сахиба Герая Отправляется в Московию и Казань проведать своих сыновей Путешествие Нур-Султан на север растянулось почти на полтора года Вот как писал об этом археолог и историк Михаил Худяков В своих очерках об истории Казанского ханства Царица прибыла в Москву 21 июля 1510 года И была торжественно встречена государем и боярами В Москве она пробыла месяц Повидалась Абдул-Латифом и 20 августа выехала в Казань В Казани царица прожила 9,5 месяцев и отправилась в обратный путь в июне 1511 года На обратном пути она погостила в Москве у Абдул-Латифа 5,5 месяцев и возвратилась в Крым по зимнему пути Русская свита провожала ее до границы Долговременное пребывание царицы в Москве сопровождалось дипломатическими переговорами между крымским, московским и казанским правительствами И совершилось заключением вечного мира между казанским ханством и Россией Нур-Султан Ханам пережила своего третьего мужа Менгли Герая всего на 4 года До последних дней она занимала привилегированное положение при дворе своего пасынка хана Мухаммеда Герая Который относился к ней уважительно и не пренебрегал ее советами Еще некоторое время она старалась оставаться мостиком компромисса и понимания между Крымом и Московией Но потом передала свое место невестке, первой жене хана Мухаммеда Нурум Ханум И скромно отошла в тень истории В стране, где женщины не были затворницами Крымские ханши могли принимать участие в государственной жизни И заслужить себе память потомства Нур-Султан была одной из тех женщин Которая пользовалась глубоким уважением Как в Казани и Крымском ханстве Так и в Москве А известность ее простиралась от Ногайских степей До Османской империи, Аравии и Египта Нур-Султан трижды овдовев, окончила жизнь Окруженная всеобщим почетом и уважением Предположительно, она была погребена Рядом со своим последним супругом Менгли Гираем Дюрбеха Джигирая Салачике